Чао-чао, Espresso Nidiorno совмещено сегодня у меня с Leggiamo e Nidaleano. Я в парке Майковского, потому что сейчас лето, отличная погода. Я в такой вот Италии. Максимально солнечно, максимально тепло. Фонтаны, красивые тюльпаны отцветают, к сожалению, уже. Здесь у нас есть такие лужайки, где можно в тени под соснами, под огромными отдохнуть, не знаю, устроить пикник, поэтому приезжайте сюда. Со мной вот в таком вот термостаканчике кофе дня. Это cold brew, который я настояла в течение двух дней на молотой клубнике. И давайте сейчас выпьем за наше лето и начнем читать книгу. Кофе-то всегда отличная идея, особенно cold brew, особенно летом. И сегодня у меня книга, которая называется «El mercante di libri maledetti». «El mercante di libri maledetti». Эту книгу, она такая достаточно толстая. Я ее купила в Вероне, когда мы с вами были в ноябре девятнадцатого года в Вероне. И там мы наткнулись на такой буфинистический магазинчик. Естественно, я мимо таких магазинов не прохожу. Я могу пройти магазин одежды, обуви, чего угодно, но не тех магазинов, где продают книги, где продают блокнотики, ручки и все остальное. Блокнотики и ручки тоже со мной, потому что я пришла сюда посидеть, что-нибудь пописать, подумать. Потому что дома грустно достаточно сидеть, когда такое солнце, особенно пойти некуда, все закрыто. Но природа вся для нас, поэтому со мной еще вода. В общем, надеюсь, на такое плодотворное времяпрепровождение здесь. Тем более, под сосной скрываюсь от солнца. Итак, такая книга «Mercante di libri maledetti». Это, конечно же, такой триллер, это такой джалло, наверное. И здесь действие происходит в 1200 каком-то году, в общем, 13 век. Чтобы вы понимали, Данте Алигири родился в 1265 году, умер в 1321 году. То есть, это вот примерно времен Данте. Такое вот мероприятие происходит. «Certi porti dovrebbero rimane refuse». Такой вот слоган к ней написан. Некоторые двери должны быть, должны оставаться закрытыми. И что меня здесь захватило, кроме того, что это вот такая вот картинка, которая заманчиво выглядит. «Enigmatico come il nome della rosa». Такой же загадочный, как «Имя розы». «Имя розы», как вы знаете, написано «Umberto Eco». Это такая самая классическая книга вот из жанра типа Дэн Браун. Если вы когда-нибудь читали Дэн Браун, вам понравилось, да, это «Кот да Винчи», самая известная у него книга, то вы прочитаете «Il nome della rosa», «Umberto Eco» и поймёте, откуда Дэн Браун черпает свои сюжеты. То есть, потому что «Umberto Eco» заложил вот эту основу всех вот этих вот загадок, которые были, допустим, когда-то там, что человечество пытается что-то скрыть. И здесь тоже такая вот суть, такая идея, что есть некие четыре книги, которые были написаны падшими ангелами, которые передали людям какие-то свои знания. И если их все собрать вместе, то что-то будет невероятное. В конце книги так ничего и не говорится такого экстраординарного. Я думала, что что-то я там такого найду, но ничего там такого нет. Но мне эта книга понравилась тем, что она очень увлекательна. Она рассказывает о путешествиях по Италии, и они заезжают даже в Испанию, немножко заезжают во Францию. То есть вот так вот путешествуют. Здесь три таких-то человека, главных героев, которые путешествуют в поисках вот этих вот книг. В принципе, это такое, может быть, да, как Road Movie бывает. Вот такая, наверное, книга в таком духе, что в путешествиях, в странствиях всякие там подстерегают их опасности, враги, которые тоже хотят заполучить эту книгу, потому что хотят узнать этот секрет. И я здесь сконцентрировалась в плане Giama Italiano на таком аспекте, как описание внешности. То есть я подмечала, и здесь у меня лежат закладочки, которые я сейчас зачитаю, где описывают внешность. Когда мы изучаем итальянский язык, описание внешности, вот в голову тут идет. И когда мы изучаем итальянский язык, да, внешность мы проходим практически на первых порах. Такая таблица я всегда составляю, да, там всегда написано возраст, это статура, рост, корпоратура, телосложение, тапелли, йогки. Это моя стандартная такая таблица, которую я всегда предлагаю записать, когда мы проходим внешность, описание внешности. И мы там пишем какие-то такие общие, такие самые распространенные слова, типа Mario e di corporatura, media, e alto, basso, non molto alto, non molto basso, abbastanza alto, abbastanza basso, e di corporatura, media, magro, znelo, sportivo, atletico, grasso, robusto, да, и вот такие вот какие-то простые достаточно слова, потому что на первых этапах какие-то, да, никаких сильно сложных слов не нужно предлагать для того, чтобы не перегружать мозг, не перегружать какие-то знания, да. Поэтому вот такие вот простые-простые характеристики, которые я всегда предлагаю для изучающих запомнить и ими пользоваться. Всегда очень интересно посмотреть, как же автор, автор, это здесь итальянец, это неприводная книга, автор Марчелло Симони, он вообще сам, его даже есть фотография, он археолог и библиотекарь, то есть он вот по книгам, по раскопкам, по истории, то есть тоже не от седьмой руки услышал, сам этим занимается, поэтому видно, что его эта история, его эта тема увлекает, и всегда очень интересно читать, в принципе, то, что написано человеком, который этим живёт, этим увлечён. Вот такая книга «Иммерканты делибри молидетти». И интересно, как же в реальной жизни происходит описание людей, да, то есть оно не происходит вот такими вот практически, ну, примитивными способами, да, которые мы учим на первых порах, а здесь мы сейчас посмотрим, как же он описывает людей. Итак, буквально первая глава, первая глава описывают главного героя. «Ки фосе реальминте ньяццо дитолейдо, nessuno вребе сапуто дирло кончертеться». Кто же такой на самом деле ньяццо дитолейдо? Никто, наверное, не смог бы сказать об этом с уверенностью. Это вот так начинается книга, это первые строчки. Да, сразу «конджентиво имперфетто», сразу «кондиционали», то есть кто уже он такой, да, никто не может об этом знать. «А вольте фу джудикату саджо и кольто, а вольте инфиду и негроманты». Иногда его считали умным и образованным, а иногда ненадёжным и чернокнижником. Вот, да, такое описание, то есть вот с этого начинается книга. Всегда мне очень интересно, как автор выбирает вот именно начало книги, да, а самое вот с чего начнет вообще ознакомиться читатель. В книге вот он выбрал такое описание этого главного героя, «Мерканте» dei libri «Маледетти», как раз это он и есть. И как он описывает его внешность, давайте я вам прочитаю. Вот это описание в одном предложении его внешности, внешнего вида. Ну, то есть борода цвета свинца, такая чёмная, видимо, «ли конферивано унариа дотурале». А давали ему, придавали такой, да, вид доктора, да, научёного. «Ма эра ноль ёлки, а катураре ле тенсионы». Но именно глаза останавливали на себе внимание, привлекали внимание. «Измеральди верди и пенетранти инкастонати фроруге геометрики». Такие, да, зелёные, как изумрудно-зелёные, такие проникающие, посаженные между геометрическими морщинами, да. Вот такое вот интересное описание главного героя даёт автор на первой странице сразу. То есть здесь мы видим, что присутствуют какие-то такие простые слова, типа «капа комплектоменте розато, розато бритый», «лабарба» – абсолютно нетипичное слово, да, «люмбея» такого, как мы знаем, «пьёмбу свинца», то есть свинцового вида. Очень интересно, да. «Киа ли конферивано унариа дотурале». «Ма эра ноль ёлки, а катураре ле тенсионы». Именно глаза привлекали внимание. «Льёкья катураре ле тенсионы» – это такая эмфатическая конструкция, которая меняет порядок слов в предложении для того, чтобы мы сконцентрировали на нём своё внимание. Поэтому, когда вы видите такие вот конструкции, да, «май эра ноль ёлки, а катураре ле тенсионы», имя глаза привлекали внимание, значит, что автор хочет что-то подчеркнуть, да, что вот именно здесь там в случае глаза решали его внешность. И у него и был ещё друг, с которым он путешествовал, он напарник, не друг, наверное. «Раниро аэра альто, кванту эль мерканте дитолейдо, мап ю робустом». «Раниро» был такой же высокий, как торговец из «Саледо», но более такой сильный. Здесь, значит, вы видите, что описание здесь, ну, практически очень такого простого плана, да, то есть абсолютно, не знаю, «ливело элементаре», то есть «Раниро» был такой же высокий, как торговец из «Саледо», но более такой крепкий, робустом. «Авэйва Эльвизо доминато, да он маркато на азо акулино». У него было лицо, на котором был отчётливо виден такой выдающийся орлиный нос. «И капелли кастани и корти спьёвивано, инчокки, дизординаты суда фронты». А его каштановые волосы, каштановые короткие волосы просто свисали прядками на лоб. Да, тоже очень интересное такое вот описание. Что ещё? Ещё вот здесь вот я пролиснула, это уже страница 102. Описание про бороду, такой моментик. «Иль монако туфо ле ма ани нальчиспульо дь барба бьянка». Мне очень просто выражение, я его выписала, что монах запустил, да, то есть это жест такой, да, у него борода, и когда вот человек думает, да, он вот, ну, мужчина, да, мы представляем себе, вот так бороду берёт свою, да, как-то вот так вот, или подбородок мы берём, когда думаем. Ну, в общем, здесь монах запустил руки в куст своей белоснежной бороды, да, то есть вот здесь барба предаётся есть такое значение, чиспульо, чиспульо — это вкус, то есть она была густая борода, как я себе представляю по этому описанию, да, и вот он как бы за неё сводился, чтобы подумать. Очень интересное выражение. «Иль монако туфо ле ма ани нальчиспульо дь барба бьянка». То есть если вот присматриваться к каким-то, допустим, таким вот мелочам, да, учитывая, что эта книга вот такая толстая, очень увлекательный сюжет, можно выделить, поставив себе цель какую-то, допустим, вы начинаете книгу читать, и помимо того, что вы будете читать её и смотреть за сюжетом, вы можете поставить себе цель, допустим, я хочу узнать, как же тут будут описываться главные герои, или я хочу узнать, как в этой книге будет описываться погода, или я хочу узнать, как в этой книге будут описываться чувства, либо эмоции, да. То есть если бы поставить ещё перед собой такую суперцель, то вы узнаете очень много прикольных выражений, на которые бы просто вот так, читая книгу, вы бы не обратили внимания. То есть я поставила себе вот конкретно цель этой книги, я прочитала её за три дня, она вот такая толстая, но очень захватывающая. Подловить описание внешности для того, чтобы рассказать их вот в рубрике для джамо и итальян, для того, чтобы показать, что описать внешность можно не просто такими, да, ин линии грозы, такими большими штрихами, но и также какими-то интересными пунктиками. Я себе это всё выписываю, потому что чем больше я читаю, чем больше я узнаю, чем больше я выписываю, тем больше, я надеюсь, смогу применить такое же что-то креативное в будущем. Сейчас ещё я вам прочитаю одну штучку. Ещё у меня одна закладочка есть. Это описание тоже вот, да, такой вот силы, человека. И казалось, что он может, да, то есть оказалось, что руки такие сильные, как стволы дерева, что они могут сломать, разломить любую вещь, да, всё что угодно, что окажется перед ними. Здесь ещё интересное использование конжонки, его, конечно, применено. Вообще, читая книги, мы не только узнаём, да, какую-то очередную сюжетную линию или какие-то интересные вещи о мире или о том, что происходило когда-то. Мы ещё узнаём вот такие вот разные детали, на которые вы можете обратить внимание. Эта книга вообще мне очень понравилась ещё тем, что здесь нет вот таких вот каких-то, ну, противных, как я считаю, моментов. Здесь есть одна глава, буквально две страницы, где описывается пытка испанским сапожком, если вы понимаете, что такое испанский сапожок. Ну, если нет, вы можете посмотреть, но, в общем, там это очень такая история плохая. Это такой железный сапог, который надевают, и его сжимают, сжимают, ну, вообще, прям человеку ногу ломают таким образом. Какие-то там ужасные боли, как мы можем себе представить. И, в общем, одна только всего здесь такая глава. Обычно, вот мне не нравится, что в таких вот книгах, даже исторических, очень много каких-то вот ненужных, ненужных, я считаю, каких-то интимных подробностей, да, ненужных вот каких-то вот таких вот, ну, противных, вот, да, слишком много насилия, слишком много жестокости. Здесь вот такого вообще нету. Просто ты читаешь, такая история, она очень хорошо заканчивается, всё живы. Главный герой я имею в виду, и всё хорошо закончилось, поэтому читайте книги, наслаждайтесь летом, пейте кофе. Чао!